Цифровой океан Я напоминаю, что по пятницам традиционно выходит наш совместный проект с лучшим журналом о цифровой трансформации жизни, без вариантов Вообще, ребят, всем рекомендую на Озоне, можете раз в два месяца новый номерок заказывать рекомендованных к прочтению Ну и, соответственно, мои коллеги, пишущие, рекомендуют какие-то, предлагают зачастую интересные темы Иногда это и обратный процесс Вот как раз это такой случай сегодня И подгоняют мне топовых гостей Сегодняшний день не исключение И у нас в гостях Михаил Кайгородов Люди, которые интересуются прикладной космонавтикой И коммерческим космосом Этого человека безусловно знают Потому что это, наверное, главный российский эксперт по спутниковому интернету И низкоорбитальным спутниковым флотилиям Человек, который принимал непосредственное начальственное участие В проекте, который называется OneWeb Конкурент Старлинка Того самого, который сейчас часто мелькает В том числе и в сводках с Украиной Да, доброе утро Рад быть у вас в гостях Миша, мы-то как рады вас успели поймать в Москве И как раз, собственно говоря, к вашему приезду пришла свежая новость Давайте даже не с этого начнем О чем мы сегодня шли поговорить О том, вообще, как работают и будут работать разнообразные проекты В сфере спутникового интернета Старлинк, OneWeb, который выжил и активно развивается К сожалению, без российского участия сейчас У нас планируется проект Сфера Был проект Гонец Ну, в общем, короче, говорят, интернет в каждый дом Но не по проводам, а прямо напрямую со спутника Вообще, как это все работает Какая нужна инфраструктура Какие орбиты, какие спутники Какие с этим проблемы Как это все монетизируется В общем, Миша, один из немногих людей в нашей стране Знает всю подноготную Присылайте свои вопросы Плюс 7903-7976333 Номер для ваших ватсап-сообщений Будем по ходу эфира их вбрасывать Или в наши ютуб-паузы Так, поехали Коротко, новость Ну, вы-то ее уже знаете, естественно Буквально несколько часов назад Ракета Falcon 9 Успешно вывела на орбиту Как раз очередную группу из 40 британских спутников В связи N1Web Значит Теперь вот После этого запуска Группировка состоит из 502 спутников Всего планируется запустить еще 146 648 В итоге для того, чтобы сформировать Полную группу Не буду там обсуждать Ракета Маска села обратно на площадку Z1 Он еще усумел поймать Обтекатель Я, честно говоря, я восторгаюсь Вот тем, что он смог реализовать Эту историю Возвращаемся в носителя Ну, то есть он практически 70% стоимости запуска Он возвращает на землю Это, конечно, делает его Вне конкуренции В области коммерческих пусков В мире Но сегодня В том числе и про Маска Потому что Вот вам парадокс Современного бизнеса Да? Мы сегодня будем и про бизнес говорить Маск запускает спутники Своего, насколько я понимаю Прямого конкурента Конкурента, попавшего Да, в некоторую Затруднительную ситуацию После того, как Завершилась пусковая программа С Роскосмосом И, в общем, собственно говоря OneWeb, когда обратился В Это в марте месяце произошло Да, да, это произошло в марте месяце Последний пуск Который должен был состояться В начале марта OneWeb в России Силами Роскосмоса Он не состоялся И OneWeb ничего не оставалось Как искать новых Партнеров Для того, чтобы продолжать Свою пусковую программу И Им на помощь пришли Как раз Что, собственно говоря В некотором смысле удивительно Илон Маск Со Своими носителями И Индийское космическое агентство И как раз предыдущий запуск Был осуществлен на средствах Уведения Индии Не буду особо комментировать Обратите внимание На рынок больших Космических держав Которые осуществляют Коммерческие В том числе пуски Выходят Уже кроме там США и Маска Которые доминируют И там не только Маск Есть еще НАСА Своё Разные компании У Китая мы знаем У них своя программа Но они в том числе Тоже и коммерческие пуски Осуществляют в интересах Третьих стран Скажем так Третьих лиц И мы видим Что появляются И еще и индусы Да Ну это не удивительно Собственно говоря У Индии достаточно Большая история По пути космоса Но конечно Такого Такой случай Им представился Заявить о себе Достаточно громко Запуск Ванвеба Запуск малых спутников Для создания Дополнительной емкости Одной из двух Наиболее известных Нескорбитальных Спутниковых группировок Но опять же Это не удивительно Потому что согласно Вот Спейс-репорту За 22-й год Второй квартал На 36% Увеличение расходов На космическую программу В Индии Да Было осуществлено И в общем Это дает тоже Свои результаты Ну еще мы Вот вы мне показывали Эти цифры По экономику В целом Ну да Мы можем Коммерческого космоса Мы не про дальний космос В данном случае И не про пилотируемую космонавтику И не про МКС Мы про чисто Мы про New Space Да Да Ну про околоземную орбиту Которая генерирует основные доходы Это чистая коммерция И мы видим Что там Ну и бюджеты И доходы растут Просто стремительно Год от года Уже достигая Ну очень внушительных цифр Ну коль скоро вы упомянули Давайте тогда Несколько цифр Буквально озвучим А потом к спутнику Да Итак Как я уже сказал Space Report За второй квартал 2022 года Говорит о том Что мировая космическая экономика Выросла на 9% В 2021 году И достигла Величины 469 миллиардов долларов При прогнозе 634 миллиарда К 26 году Большая часть Соответственно Средств Генерируется как раз Из коммерческого сектора Последний Вот коммерческий сектор Показывает увеличение доходов На 6,4% При этом Более 224 миллиардов Приходится на продукты И услуги И почти 138 миллиарда Было потрачено На инфраструктуру И поддержку Коммерческих Космических предприятий Вот интересно То что всего За 6 месяцев И я вот на это Хотел обратить внимание Это очень такая Знаковая Цифра Знаковая Знаковая информация На орбиту Выведено Больше Космических аппаратов Чем было запущено За первые 52 года Космической эры Большинство этих Новых спутников Поступило Из коммерческого сектора Который запустил 958 Из 1022 Космических аппаратов Первой планеты Ну в общем Короче говоря Загадили уже Пространство вокруг Земли Почему спутники Не сталкиваются Как спутники Не сталкиваются на орбите Сейчас мы в том числе Ответим на этот вопрос С учетом их гигантского Уже количества Через буквально 45 секунд Продолжаем наш Замечательный эфир Цифрового океана Сегодня он посвящен Спутниковым Низкоорбитальным Спутниковым флотилиям Проще говоря Спейс Там что называется У нас Господи Как он Спейсекс Этот самый Старлинк И Ванвеб И наш проект Сфера Вот Возможно Есть еще Какие-то другие Как они работают С каких спутников Состоят Ну вот сразу Первый вопрос У меня возникает Я напоминаю У нас Михаил Лакайгородов Ведущий эксперт По всем этим делам Человек который От британцев Ставил подпись Под В проекте Ванвеб В свое время То есть он человек Изнутри индустрии Знает все И про бабки В том числе Как это работает И как это монетизируется Да Вот я проговорился Да Да Ну расскажите Пару слов Давайте первый вопрос Сразу на поверхности Лежит Почему Нет Давайте так В чем разница Между Ванвеб И Старлинком Вообще Ну Не только по количеству Спутников А по организации Всей системы Ну На самом деле Мы же обещаем На широкую достаточно Аудиторию И Не хотелось бы углубляться Там какие-то технические детали Причем Понятное дело Что я их все До конца не знаю Каждая компания Свои ноу-хау Хранит в секрете Но В целом Я бы сказал Что отличий не так много Да В техническом плане Это В логическом Построении В топологии Сети Наземной инфраструктуры И Различных Подсистем Это практически Одни и те же Системы Другой вопрос Что размещение На разных орбитах Оно предполагает Естественно Разное количество Спутников В чем разность орбит Сразу Ну Орбиты Ванвеба Это 2100 Примерно километров Да Старлинг летает На порядка Там 500 километров Но у них Значительно ниже У них несколько орбит На самом деле Да Но они все ниже Как бы 200 И Понятное дело Физику не обманешь Чем у тебя Соответственно Выше орбита Чем у тебя Пятно Больше Да Может покрыть Земную поверхность Оно больше Соответственно тебе нужно Меньше спутников Айн момент Это понятно Но спутники должны быть Больше и мощнее Абсолютно верно Конечно Да То есть В этом смысле Самыми мощными И самыми большими Спутниками Являются спутники Геостационарные Которые расположены На расстоянии 36 тысяч километров От Земли И висят в точках Лагранжа Так называемых Первый, второй и третий Где не надо их корректировать Они будут вечно болтаться В одном месте Ну практически Практически Да То есть как бы У них есть конечно Срок активного существования Так называемый Пока не умрут Да Он определяется Прилемными факторами И он конечно Значительно больше Чем срок активного существования Спутников на Более низких орбитах Потому что помимо Лео Так называемых Да То есть Орбит Низких орбит Есть еще и средние орбиты Допустим Вот проект О3Б Который сейчас Принадлежит Спутнику и императору С и С Или СС Как мы его называем Он находится Он находится как раз Между геостационарами И низкими орбитами Это еще один такой же Да Ну это более ранний Проект Который уже Работает Это О3Б Это собственно говоря Адес Биллиан Да То есть это как бы Другой третий миллиард Который Предполагал Обеспечение интернетом Наиболее Бедные регионы Нашей планеты Которые на тот момент Не были подключены К интернету Ну практически В доле квадра Как бы вот эта вот полоса На юг и север И этот проект Кстати Он также имел Некоторые отношения Или скажем так Корни его Были Общими С проектом OneWeb В свое время Но Потом этот проект Был продан ССу Как я уже сказал И возник проект О3Б Вернее проект OneWeb На уже более низких орбитах Но если говорить А самые первые Извините Каброфт Каримарка Но мы-то знаем Еще один знаменитый Спутниковый проект Который просто Предыдущего поколения Но и многие пользователи Пользовались Я пользовался неоднократно Называется он Иридиум Да Вот Но не предполагающий Прокачку пакетов интернета А более узкополосные Да Каналы И соответственно Ну телефонная связь Пожалуйста То есть Я почему спросил Как устроено Давайте объясним людям Как это вообще Все работает Не важно там Высокие орбиты Меньше спутников Пониже орбиты Больше спутников Значит у вас есть Большое количество спутников Которые закрывают Всю поверхность Да У вас есть Мега Извините Есть Спутниковая Мегагруппировка Или мегасозвездие Если в прямую переводить Мегаконстеллейшн Которая обеспечивает Глобальное покрытие Всего земного шара Ну Равномерно Или в каких-то местах Ну например На северном полюсе Может быть их меньше надо Да Или там Качество связи И проникновение Должно быть меньше А например В Индии Например больше Ну смотрите Понятное дело Что здесь вот мы уже Чуть-чуть там Отклоняемся В сторону коммерции Понятное дело Что существуют области Скорее всего Да Это продиктована Коммерческая логика Существуют области Где трафика Будет генерироваться больше Где спрос на эти услуги больше А есть допустим моря Да Где там Кораблики значит Как бы плавают Есть воздушное пространство Где летают самолеты Есть менее населенные районы Есть более густонаселенные районы Где там правда Наземная телекоммуникационная Инфраструктура Более развита Но тем не менее То есть конечно Конечно же С точки зрения бизнеса Хотелось бы Чтобы спутниковая группировка Умела управлять Чтобы спутники умели управлять Направляли Вернее увеличивали емкость Там где нужно больше Этой емкости И уменьшали ее там Где ее нужно меньше С точки зрения того Чтобы не расходовать Ценный ресурс Потому что это все косты Как вы понимаете На создание Вот она спутниковая Мегагруппировка Обеспечивающая покрытие Хорошо Ванвеба пока Она равномерно Распределена Размазана по всему А у SpaceX У Starlink Извините У Starlink Ну На сегодняшний день Нет Свидетельств того Что у него Есть управляемые лучи Но я думаю Что они и появятся Потому что и Ванвеб Об этом тоже думает То есть управляемые лучи Это что такое Это как раз Вот та технология Которая позволяет вам Перенаправить емкость Из Тех районов Где вам нужно Где у вас меньше спрос В те районы Где у вас спрос больше Да То есть это позволяет Там условно говоря Увеличить скорости Для наземных пользователей Там где Их больше Этих пользователей Хорошо Ладно Вот Вот они летят Вот они Ну окей Допустим Вот они покрывают Так или иначе Всю землю Совершенно верно А что у нас на земле Мы видим Что Starlink Ставит Ну домашнюю Она как маленькая Спутниковая тарелочка Вот которая у нас Триколоровская Например Ну допустим Портатив Ну вот такого размера Она покрасивее Ну неважно Мы не про дизайн А с дизайном У SpaceX Все в порядке Ну вот она Вот все И дальше ты можешь Там в пределах дома Я не знаю Ну это ход спот Точка твоя Да И у тебя телефонная связь Интернет Ну связь просто Интернет Которая идет напрямую На спутник Без всякой наземной Инфраструктуры То есть Условно говоря Ее на земле Никто контролировать Блокировать Не может Тебе не нужны VPN И так далее Да Это все вот напрямую Через спутник гонится Ну кроме самого оператора Который владеет оборудованием Или что-то есть еще Нет смотрите Значит помимо Как мы уже сказали Спутниковые компоненты Да Существует наземная инфраструктура То что вы упомянули Это та часть Которая работает Непосредственно С пользователями С юзерами С кастомерами Да У них есть Пользовательские терминалы Которые да Непосредственно Работают Взаимодействии Со спутником Но спутник В то же время Работает еще И То есть Этим спутником Еще нужно управлять И существуют Как бы наземные станции Да Которые помимо того Что в целом Управляют флотом Да Где сидят дежурные смены Вот как бы да ЦУП Представьте себе У каждой такой компании Есть не один Даже а два Таких ЦУПа Да Которые являются Один основным Другой резервным И целая сеть Расположенных По всему миру По всему миру Наземных станций Так называемых Или телепортов Или гетэвеев Или станций приземления Или земных станций Они называются По разному Но смысл их состоит в том Чтобы обеспечивать Сопряжение С интернетом Как он у вас появляется Да Собственно говоря Он появляется у вас С той же земли Вот И Связывать вот Все Все это В единую цепочку Абонента Спутник И Собственно говоря Выход в интернет А можно я сразу Тогда у меня возникает вопрос Скажите пожалуйста Ну да я помню Что в Советском Союзе Ну все таки Совершенно другая была Телеметрия Другие технологии Старые Для того чтобы поддерживать Связь со спутниками Даже сходили специальные Большие корабли В тех местах Где невозможно было Так сказать Присутствие советских Геополитических интересов У американцев По-моему то же самое было Так вот вопрос Если сейчас OneWeb ушел из России Ну у него же Группиров Которые все Поключают И это же касается И Старлинка То как они смогут Контролировать Ту спутнику Группиров Которые находятся На таким огромной Территорией Как территория России Ну контролировать Они будут И будут продолжать Контролировать Другой вопрос Что наземных станций Которых Планировалось На территории Российской Федерации Постойт Три Для OneWeb Их уже в общем-то Наверное Скорее всего не будет Вот поэтому Ну учитывая то Что OneWeb Уже и не планирует Выход на рынок Российской Федерации То и в общем-то Эти станции Ему не нужны Именно с этой точки зрения Вопрос А можно ли Например Если у меня будет Оборудование OneWeb Или Старлинка Им пользоваться На территории России Законно нет Потому что Есть определенное Регулирование Которое определяется Соответственно Нормативно Правовыми актами Российской Федерации И Они подразумевают О том что Вы Как физическое Или юридическое лицо Не имеете права Использовать Нелицензированные Сети Связи Спутниковые Иностранных государств На территории Российской Федерации Да и Иностранных тоже И до недавнего времени Это было В общем-то Ненаказуемо Но Некоторое время назад Вот Новые нормы Они ужесточили Эти Ограничения И теперь За это положен штраф Я сейчас не помню Точно цифры Но он такой В общем Как бы Я не думаю Что бы вам хотелось Его платить Но на юридических лиц Понятно Он там больше Не помню Что-то около Полмиллиона Рублей На физических лиц Поменьше Но суть в том Что Это является Нелегальным И Ванвеб И как бы Планировал Как раз Строительство В том числе Наземных станций Потому что Они продиктованы Не только Логикой построения Сети Технической Но и Требованиями Регулятора Регулятора В лице Минцифры И других Органов Которые определяют Вот Нормативы И требования К доступу К допуску Иностранных Спотниковых систем На российский рынок Но Насколько я понимаю Логика была В общем-то Эта ситуация понятна Государство хочет контролировать Так или иначе Трафик На земных сетях Это делать не так сложно А тут Как бы Это проблемно Но при этом Насколько я понимаю Ванвеб еще и планировал Присутствие на российском рынке Соответственно Ты мог купить Ну их терминал Установить у себя И пользоваться Ну когда бы Эти терминалы появились Собственно говоря А их нет до сих пор Нет Сейчас они уже есть И они уже есть Для совершенно разных Так сказать Сегментов пользователей Это терминалы Исполненные Как бы В морском исполнении Да Для судов Для самолетов И для Назовем это так Удаленных Поселков Да Где Есть некоторые проблемы С доступом Наземной инфраструктуры Волокон оптических сетей Мобильных сетей И так далее И так далее То есть это такие терминалы Общего пользования Да Я знаю Что Ну по крайней мере Эти новости ходили Что Как Недавно Ванвеб Презентовал Какой-то более такой Лайтовый Приближенный Как бы так скажем К старлинковскому Терминал Который уже можно Использовать Ну чуть ли не В частном порядке Да Вот Но логика Ванвеба В отличие от старлинка Кстати Возвращаясь к тому вопросу Который задавали чуть раньше Бизнес логика Она заключалась в том Что Корневое И главное отличие Ванвеба От старлинка Было в том Что Ванвеб Это Битуби модель Да Это модель Которая не предполагает Оказание услуг Индивидиус То есть Частным лицам Битусиль Да В отличие от старлинка Как раз И Прежде всего Ванвеб Это Ну скажем так Транспортная сеть Для того чтобы Соединить Наземную инфраструктуру Допустим Оператора мобильной связи Там Куда Куда провода И везде Не требуется И вообще кстати Ну раз уж мы так В проброс время Говорим о бизнесе Отдельный Очень интересный разговор Большой На отдельный час Тем не менее Вы сами сказали Что вот Возникает Парадоксальная история У вас огромное количество Спутников Они стоят денег Запуски стоят денег Там обслуживание Замена их И так далее И Они Как бы болтаются Над всей землей Но они нужны там Прежде всего Где как раз Очень мало Потребителей Потому что там Где потребителей много Если только Если там уже Все есть на земле Тогда в чем Как бы В чем смысл Ну на самом деле Это Да Это как раз Вот тот ключевой И наверное Главный вопрос Которому посвящены Долгие часы Различных конференций Которые касаются Тематики Ньюспейса И конкретно Так сказать Интернета Многие Тамай Отчеты Да Там Экспертов Специалистов И так далее Есть Как два лагеря Те кто верят В новый космос Именно в частную космонавтику И в том что там есть Экономический смысл Те кто не верят Проверить это на сегодняшний день Ну вот на мой взгляд Пока невозможно Почему Потому что Нет еще ни одного Такого глобального Успешно реализовавшегося проекта Да Который доказал Свою экономическую состоятельность И Старлинк на сегодняшний день Это Не до конца Развернутая группировка И соответственно Не до конца Сколько у них спотиков Четыре тысячи Больше Что-то около того А должно быть Должно быть Сорок по-моему Сорок да Ну там Изначально Они начинались С меньшего числа Там было и пятнадцать Тысяч фигурировало Да там И сорок На разных орбитах Это разные поколения Будут спутников И так далее Ну кстати Ванвеб Тоже задумывается Уже И разрабатывает Второе поколение Соответственно Спутников Которых будет Гораздо больше Чем та Те спутники Первого поколения Которые сейчас запускаются Тем не менее Еще раз Цифры да Значит Самые низкие орбиты У Старлинка Но Сорок тысяч спутников Маленьких Сколько они Сто пятьдесят килограмм Да такие кубики У них примерно Ну это не кубики Это как бы такие Стиральные машины Ну чуть больше чем кубсатые Это уже не кубсатые Это уже полноценные спутники С возможностью коррекции То есть где есть Двигательная система Установка внутри А соответственно Ванвеб Орбита В пять раз Четыре раза выше Но при этом Шестьсот Там шестьсот пятьдесят Условно Шестьсот шестьсот восемь Спутников Да Ну разница Вы представляете себе Там Восемьдесят раз Условно говоря В чем еще различие По спутникам Нет Ну емкость сети Она естественно Безусловно Будет разная Да То есть как бы Если ванвеб Ориентируется Опять же Согласно своим Бизнес кейсам Согласно своим Расчетам Маркетинговым То что он сможет Продать Вот ту емкость Которая будет сформирована Там этими Шестьсот сорока Восемью Там спутниками То у Старлинка Гораздо более Амбициозная история Старлин хочет вообще Забрать все восемь Миллиардов человек На земле условно Слушайте Ну смотря как Иван Маск Вообще движется По этой планете Я не удивлюсь Если так оно и будет В какой-то момент Но видите какая история Давайте Подвесим Штучку Про бабки еще Проговорим И про Про качество сигнала Про возможность Смотреть кино Про бизнес Про устройство Спутников Ну в общем Масса всего интересного Еще раз напоминаю У нас в гостях Сегодня Михаил Кайгородов Ведущий эксперт По спутниковому интернету И низкоорбитальным Спутниковым флотилиям Участник Ванвеба Ну в недавнем прошлом В недавнем прошлом Ох-ох-ох-ох-ох Мы тут в перерыве Заговорили вообще О перспективах Частного космоса нашего Мы знаем что В России Довольно сложно Реализуемая история В силу Чрезмерной секретности И зарегулированности Индустрии Константин с Калининграда Спрашивал Про Даурия Аэроспейс Помните Зеленый кот Такой известный блогер Бывал у нас в гостях Маленький-маленький Это стартапчик Совсем крошечная компания Ну к сожалению Почила в Бозе Их спутник не заработал Хотя был запущен по-моему Вот Но тем не менее Был проект S7 С плавучим космодромом Который выкупал Ну это уж серьезная Большая компания Тоже не пошло Но там Другая тема Не будем ее сейчас обсуждать Тем не менее Есть интересные проекты От больших телеком-компаний В России С мощным финансовым ресурсом Которые сами же И будут потребителями И этих услуг И предоставителями Эти услуг Сейчас Наш сегодняшний гость В цифровом океане Михаил Григородов Ведущий российский специалист По низкоорбитальным спутникам И флотилиям Обязательно расскажет Пока закончим С OneWeb И Старлинком С принципом их работы Значит Про спутники Расскажите В чем разница Ну Разница спутников Она наверное Это лучше обратиться К инженерам этих компаний Еще раз говорю Потому что вряд ли Мы знаем Что у них там Добавление межспутникового соединения Так называемых Интерсателлайт линкс Да Вот количество Этих наземных станций В общем-то Сокращается Потому что спутники Сами с собой Да Могут общаться Сами с собой Это фактически Большая головная боль Для регуляторов Тех или иных стран Потому что Ну Да И правоохранительных органов Да Именно так И OneWeb Как раз В отличие от Старлинка Изначально пошел по пути Не Добавление В состав спутника Вот этих вот Как раз Межспутниковых соединений В ущерб емкости В ущерб Так сказать Качеству Но Для того Чтобы обеспечить Большее коммерческое покрытие Кстати в том числе В Российской Федерации На том Ага Потому что Не все государства Тогда будут пускать Абсолютно верно Именно так Потому что Если у тебя есть Интерсет Лайтлинк Бессмысленно строить Станцию сопряжения Ни один регулятор Не пропустит Твою сеть Ибо Ты можешь Трафик Который генерируется Внутри той или иной Территории Той или иной страны И который должен Согласно требованиям регулятора Идти только Через наземную станцию Потому что Есть у нас Система оперативных Мероприятий Ты можешь гонять Как угодно Пользуясь Вот этими Межспутниковыми линками Вот Ванэ по этому пути Не пошел Старлинк Пошел по этому пути Более того Ну как бы На сегодняшний день Мы видим Ну что это С точки зрения коммерческой Это правильная стратегия Да Опять же Если мы говорим о том Что ты видишь Те территории Где Несмотря на то Что тебя не пустят Вот туда-туда-туда Но на всех остальных Ты обеспечишь Гораздо больший Экономический эффект Без базовой станции На территории РФ Будет технически работать Спрашивают у нас Еще раз Да Будет Да Спутники будут над нами летать Никуда мы не денемся Мы же не накроем Не накроем страну Там Так сказать Цилиндром Фараде Да Отследить можно Базовый Ну вот этот приемник Теоретически можно Но сложно Ну опять же Еще раз повторю Да Там как бы Мы действуем все В рамках там Текущего законодательства Абсолютно Я уже сказал Но они запрещены К ввозу и к продаже Да Да Абсолютно Поэтому понятно Что массово Массово Эта история Не будет Так С этим понятно С этим понятно Поехали про бизнес И про А Про сферу Конечно же Про сферу И вообще Про российские Аналогичные проекты Да Но если мы говорим Про частную Частную космонавтику Наверное сфера Она стоит немножко С обоняком Да Я бы все таки Сориентировался На Вот те проекты Именно из Так Частной космонавтики Которые у нас А сфера это государственный проект Ну конечно То есть как бы Прежде всего Государственный проект Там внутри Самой сферы Вы же понимаете Это программа Такая некая Зонтичная У которой внутри Целый ряд проектов Там есть и ДЗЗ Там есть и ДЗЗ Это дистанционное Зондирование земли Да Там есть и Соответственно Проекты Связанные С Предоставлением Спутникового интернета Да Как вот Скиф Который В общем-то Некоторое время назад Гулял сам по себе Как та кошка Да Но потом Был Поглощен Или Скажем так Включен В состав В состав Сферы Этот проект Это проект На средних орбитах Как раз в отличие от Веба там Старлинка Который предполагает Меньшее Еще меньшее Количество Спутников Там Я сейчас Наверное Не вспомню точно Но что-то около 20-30 И вот При этом Те орбиты Которые он будет Использовать Они будут как раз Обеспечивать покрытие Прежде всего Российской Федерации Да Ну то есть Это не глобальная система Скорее всего По большому счету Это не глобальная система Более того Важный вопрос Еще про спутники Есть ли у нас Давайте говорить честно Есть ли у нас Возможности сейчас Технологии Производить Собственные Вот такие спутники Которые используют OneWeb Или Старлинк Ну Не собирать их Из зарубежных деталей Да Из зарубежных деталей Собирать Ну да Их теперь тоже Не просто Да Кстати Вот Миша Скажите мне Что Американцы уже Очень давно Задолго До 2014 года Мешают импорту В Российскую Федерацию Вот этих Специальных Специальные электроники Для спутников Ну это не секрет Безусловно Да То есть И некие ограничения Припоны Запреты И сложности С поставкой Электронных компонентов Особенно для полезных Нагрузок Из-за рубежа Из Европы Там Из США Они начались Отнюдь не в 2014 году И тем более Там Не вот В этом году Это длинная история Это длинная история Долгая история Потому что Так или иначе Это компоненты Которые Ну попадают Под двойное Назначение И Та или иная Номенклатура Периодически Да Соответствующими органами Американскими Она ограничивалась К поставкам Ограническим продажам На самом деле Как бы Есть много Примеров Когда задерживались Производства Наших Больших Геостационарных Спутников В том числе Нашими государственными Предприятиями Ну я имею в виду Космическими Да Вот Так или иначе Но Это все Было В таком Лайтовом режиме Ребята Там же Специальная электроника Это не компьютер Собрать Там другие платы Они же должны Там Образдать Противорадиационным Разно-температурные Режимы Там Представляете Какие Иногда Перепады Там Сотни градусов Нагрева Охлаждения Радиация Мелкий метеорит В общем Это сложная история Но Советская промышленность Ну да и российская Производила Просто насколько я понимаю Довольно Ну предыдущего поколения То есть они тяжелые Энергоемкие Там платы Вот все Нет ну Смотрите Как бы да Коммерческая Здесь нельзя Говорить вот в отрыве Именно от коммерции Да Вот потому что OneWeb и Тот же Starlink Они используют Спутники Которые Произведены Конвейерным способом Да Это Катастрофически Уменьшает Стоимость Спутника Вот допустим У OneWeb Он стоит Один миллион долларов Да Это вот с точки зрения Как бы стоимости спутника Это практически Ну Даром Скажем Да И те линии Которые OneWeb построил Во Флориде Совместно С Airbus Да Это вот совместное предприятие На котором производятся Спутники OneWeb Позволяет На двух сборочных линиях Обеспечивать выпуск До Там 60 спутников В месяц 30 на одной линии 30 на другой линии Соответственно По одному спутнику В день Вот И Конечно Ну То есть Вот такой Конвейерный способ По два На двух линиях Да Прошу прощения На одной линии Один На двух линиях Два Да Совершенно верно А у нас У нас подобного рода Конвейеров На сегодняшний день Насколько я знаю Нет Есть предприятие Которое Вот строится Газпром Космической системы Подмосковье Уже несколько лет Но не знаю Насколько Я знаю Что изначально Там не предполагалась Линия Да Именно как бы Для создания Малых спутниковых аппаратов Вот таким Конвейерным способом Может быть сейчас Учитывая конъюнктуру Которая изменилась Она может появиться Я знаю Что разговоры Об этом ходили Но по-моему Новый начальник Роскосмоса Человек который В космической теме Борисов Там Большие серьезные Изменения Анонсировал И он В общем Совершенно разумные вещи Говорил о том Что пора бы нам После эпохи Рогозина Наконец Начать Производить В том числе Все В том числе До Кубсатов И производить По одному спутнику В день Мы понимаем Что плюс-минус Реальная задача Вопрос Станков Если мы хотим Соответственно Создать что-то подобное Я имею ввиду Подобное Спутниковое Мегасозвездие Нам Мы вынуждены Будем подобного рода Технологии У себя Делать И создавать Эти Кстати Ведь Ванлэбовские спутники Собирались Из компонентов Которые Ну то есть Как бы Фактически Ванлэб создал Экосистему И создал И привлек Экосистему Подрядных организаций У него Была Куча Так сказать Партнеров В кооперации Которые Производили Те или иные Элементы Спутников Кто-то Двигатели Кто-то Не знаю Какие-то Другие элементы И вот Как раз Двигатели Если мы говорим Про плазменные Двигатели Производило Наше Калининградское Предприятие Да Но вот По нашим двигателям У нас вопросов-то нет Нет А вот Вопросы есть По компонентной базе Именно Вот с ней Самая большая Опять мы в это Упираемся Ну это проблема Не только спутников Это проблема Нашей телекоммуникационной Отрасли Вообще У нас нет базовых Станций Для мобильной связи Современных У нас нет Там Всей Линейки Оборудования Для создания Наземных сетей Волоконооптических Ну там Может быть За исключением DVDM Т8 Я знаю Компания Которая Достаточно Интересную Продукцию Делает И она Конкурирует На Самыми Топовыми Линейками Зарубежных Производителей Но вот Пока Наверное Нам похвастаться В этом нечем Но я очень надеюсь Что в принципе Там В ближайшие Несколько лет Мы совершим В этом отношении Какие-то пока Вопрос станков Я всегда говорю Станки Станки тоже Есть и разработчики И вообще Электронная Компонентная база Вот Потому что Те проекты Которые у нас сейчас есть Вот если мы Будем говорить Про наши проекты Частной космонавтики Например Бюро 1440 Да Которые кстати Очень активно Набирают сейчас Персонал И судя по тому Инженеров Инженеров Разработчиков Менеджеров Проектов Да Это компания Которая Как раз Вынашивает планы Создание Это наш ответ Чемберлину Создание А-ля Так сказать Старлинка А-ля Ванвеба Что-то такое Что будет глобально Обеспечивать Как раз Спутниковым интернетом Не только Российскую Федерацию Но и Ну как минимум Другие территории Которые коммерчески Будут интересны Это компания Которая Выйдет На свободную конкуренцию На рынок Где уже будет Два мощных игрока Ну Смотрите Я просто не понимаю Что они смогут Предложить еще Может быть Вы знаете Какие их концепции Нет Информации о них На самом деле Не очень много Конечно безусловно Я не знаю Бизнес кейсы Но я могу предполагать Что как собственно говоря Ванвеб Не смог закрепиться В России В России вопросов нет Да Ну и на других Допустим территориях С там Достаточно такой Скажем так Требовательной регуляторикой Да То в ответ Ну у меня У меня нет Я не испытываю оптимизм По поводу того Что допустим Российский проект Будет допущен На рынок США Ну конечно Наверное Сейчас Не-не Я на нейтральную У американцев Своя есть компания Я имею ввиду нейтраль Есть Латинская Америка В конце концов Разумно Есть Центральная Азия Есть Африканские страны Ну то есть здесь Политический компонент Будет иметь очень большое значение Будем называть вещи своими именами Просто это нормально Если мы говорим про доступ на рынок То прежде всего Очень часто Во многих странах Где вот такая В дружественных странах Да Тогда понятно Это определяюще И вот проект Бюро 1440 Безусловно Им нужны Свои изделия Им нужны свои спутники Им нужны свои Ну средства введения Слава богу у нас есть Да И это вот Интересный проект За которым Я предлагаю всем последить А что-то делает 1440 Еще раз 14 Бюро 1440 Я знаю куда Когда нам С Доном Пабло Надоест Куда мы пойдем работать Любимая радиоработа Да Куда мы пойдем работать Пойдешь со мной Будешь носить мой чемодан Не знаю Виктор Кириллович Зависит от того Насколько он будет Большой Да Денег мало Работы много А про проект Два слова Про проект МТС Насколько я понимаю Ну это проект Не МТС А АФК-система Извините Да Ситроникс Если говорить про акционеров Это АФК-система Да То есть некоторое время назад Компания Ситроникс Купила компанию Спутникс Да Тут так вот видите Сошлось Так сказать Созвучие И Спутникс Это производитель Спутниковых платформ По сути дела Их планы Насколько я Это себе представляю Это создание Группировки Для дистанционного Зондирования Земли Современной Которая будет Обеспечивать Съемку В реальном режиме Времени Земной поверхности Ну и дальше Областей применения Ну это самые распространенные Спутники По большому счету Ну по большому счету Да Другой вопрос Что они Сейчас Достаточно востребованы Как вы понимаете Ну и применение Опять же мы говорим Масса Там та же Сельское хозяйство Да И так далее Так далее Так далее Много-много-много всего Другой вопрос Что не все Конечно Там Космические технологии Которые создают Вау-эффект В конечном итоге Приводят Какой-то коммерческой Успешности Да И вот Ну опять же Мы упоминали Иридиум Который в свое время Был достаточно Большим и громким Но вот Сжался Как шагреневая кожа До тех размеров Которые он существует сейчас И в принципе Их технологическая Там Уклад И их технология То поколение На котором Иридиум Сейчас работает Оно конечно Не может конкурировать Там в современном системе Хотя У них там есть планы Иридиум-2 Там и так далее И так далее Но На тех же спутник Нет Это уже новые запуски Это будет совершенно Новое поколение Понятно Вот Но таких проектов В целом по миру Достаточно много Мы знаем OneWeb Мы знаем Starlink Даже так скажем Мы знаем Starlink Прежде всего OneWeb Он идет там Вторым темпом Вот Но существует Но существует Куча других Проектов Давайте сделаем Короткую Трехминутную паузу И еще поговорим Отдельно В последние пять минут Про загрязнение Околоземного пространства Судовольствием Про загрязнение Судовольствием Мы продолжаем эфир Очень много разных мнений По этому поводу Скоростные данные Вот по Starlink Про передачу информации Вы подтверждаете их? Что это очень быстро? Ну очень быстро Это же быстрее Чем рассчитывали Ну то есть кино Можно смотреть потоковое видео В высоком качестве Смотреть Ну кино Можно смотреть И на скоростях Гораздо меньше То есть там По большому счету Одного там Мегабита в секунду Вам будет достаточно Для того чтобы Смотреть Видеопоток Вот да Это наверное Не будет Ультра хи Там например Но тем не менее Это будет достойно По большому счету На сегодняшний день Вот да Мы всегда говорим Всегда нужно Всегда нужно Уточнять О чем мы говорим Вот те характеристики Которые показывает Там Starlink Да На том количестве Терминалов На том количестве Устройств Которые в сети Функционируют Это одна история Давайте посмотрим Интересно будет посмотреть Когда будет 100 миллионов Да Когда их будет гораздо больше Секундочку На недозагруженной сети Как бы конечно Эти характеристики Смотрите На какое количество Терминалов Наземных Персональных станций Скажем так Пользователей Рассчитан Каждый Вот этот вот Из 5000 Запущенных Уже маском спутников Слушайте Ну достаточно Просто интересно Достаточно сложно Сказать Это всегда такая Есть расчеты Это достаточно сложная Как бы Порядок Рассчитать Ну десятки Десятки тысяч Да Разные терминалы Они в разном исполнении У них разные характеристики Они по-разному работают Да То есть как бы Есть Соответственно Те качки Так называемые Да Которые занимают канал Там Круглосуточный Есть те Которые выходят эпизодически Поэтому здесь Ну конечно Есть математические формулы Прикидки Которые можно считать Но на самом деле Они ни о чем не скажут Это такая Не очень информативная история Хорошо Можно такой вопрос Дилетанты Часто об этом думал Вот я еду Этим пользуюсь Навигатором например И все вокруг машин Пользуются таким же навигатором Да Вот сколько Сколько таких навигаторов Один спутник может потянуть Вы меня просто Не в бровь А в глаз Ну может быть вы знаете Я думаю Что сейчас в Москве 12 миллионов навигаторов работает Сколько спутников Их должно обслужить Сходу мне сложно Ответь на этот вопрос Но на самом деле Ведь не это Главное Главное То насколько Те ваши потребности Да Там В скорости В качестве Принимаемой информации Удовлетворяет В данный конкретный момент Времени Вот Телекоммуникационная сеть Да Если удовлетворяет Значит все хорошо Если не удовлетворяет По каким-то тем или иным параметрам Значит не очень хорошо И собственно говоря Я думаю Что здесь вот как раз Более Для потребителя Если мы опять же В коммерцию Там уходим Гораздо важнее Его субъективные ощущения Чем вот те цифры Которые там Показываются На там Спидтест Это безусловно Ориентиры Но Есть там Пинг То есть Скорость доступа К тем или иным Веб ресурсам Например Если у вас 6 миллисекунд Это одна история Если у вас 15 миллисекунд Или 60 миллисекунд Уже в компьютерную игру Не поиграют Да Это уже другая история И вот тут Гораздо важно Мы говорим про лейтенси Мы говорим про задержку Как раз вот Именно Почему Столь сейчас Интерес большой Представляет Система На низких орбитах Потому что Они обеспечивают Низкую задержку И они начинают Конкурировать Уже с наземными Молоконавтическими сетями Этого не может дать Ни геостационарные системы Это не может Могут в каком-то смысле Средние орбиты Дать средние орбиты Но Задержка Между лео И гео Геостационарными Отличается на порядок 50 миллисекунд И там 500 миллисекунд Условно говоря Да Вот вам пожалуйста Там большая разница Я надеюсь Вам было сегодня интересно Мы про Миллионы спутников Вокруг Земли Так и не успели Поговорить Ну не так страшно Миша Приходите к нам еще Прям в начале Года будете в Москве Зовите с удовольствием Ждем в гости Еще раз Михаил Кайгородов Ведущий российский эксперт По низкоорбитальным Спутниковым флотилиям Был сегодня у нас в гостях Это был цифровой океан Это был цифровой океан